Судебные приставы Чувашии решили информировать должников через СМС-оповещение. В канун новогодних праздников такие сообщения получили 45 тысяч жителей республики. У них накопилось долгов на сумму более 200 миллионов рублей. В каждой СМС-ке указан номер исполнительного производства, сумма задолженностей и контактный телефон, по которому можно узнать дополнительную информацию. Оказалось, новая форма информирования дала результат. Более 14 тысяч человек явились в отдел к своему судебному приставу-исполнителю и погасили задолженность. Это позволило окончить немало исполнительных производств. Приставы Чувашии собираются применять такое информирование постоянно. В новогодние каникулы зарегистрированы 5 убийств. Все они произошли на семейной бытовой почве. Все подробности происшествия сообщили в Следственном комитете. В Чебоксарах 28-летняя девушка ударила ножом прямо в грудь своего супруга. Мужчина от полученных ран скончался на месте происшествия. После следователи выяснили. На женщину уже заводили уголовное дело. Несколько лет назад она также после пьяной ссоры зарезала своего отца. Приговором суда за колючую проволоку обвиняемая отправилась на 10 лет, но освободилась досрочно за хорошее поведение. Теперь ей грозит более длительный срок. Смертельный удар ножом своему мужу нанесла и 65-летняя жительница Канажского района. Но возможно, что осудят женщину совсем по другой статье. Следователи установили, что погибший мужчина не раз поднимал руку на свою супругу и даже хватался за нож. Соседи утверждают, что она не раз обращалась в больницу. В этот злополучный день пенсионер первым начал угрожать своей жене расправой. Назначены соответствующие судебные экспертизы для того, чтобы выяснить, находилась ли женщина в момент нанесения удара своему мужу в состоянии аффекта, который мог возникнуть в результате длительной психотравмирующей ситуации, вызванной противоправным поведением со стороны потерпевшего. В связи с чем, в последующем, возможно, будет решен вопрос о переквалификации ее действий со статьи 105 Уголовного кодекса убийства на статью 107 Уголовного кодекса убийства в состоянии аффекта. Эта статья гораздо более мягкая и наказание, которое предусмотрено по этой норме Уголовного кодекса, оно значительно ниже, чем той, которая предусмотрена за убийство. Еще один несчастный случай, произошедший в Чебоксарах, в миг попал в ленты информационных агентств. 2 января в ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов по голове 7-месячному ребенку своей сожительнице. Мальчика доставили в больницу, сейчас ему оказывается медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Мужчина взят под стражу.